Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Возможно, вы уже видели сообщение от Клаудио Энрике, опубликованное в чатах. Сообщение на испанском языке. Хочу представить вам перевод на русский язык. Уважаемые партнеры, в данном обращении хотел бы сообщить следующее. Первое. Биткоины или перевод средств из игл BitTray. Я заявляю, что я никогда не получал никаких средств от участников игл BitTray. Также никакие пароли от кошельков, заблокированных на бирже Coinbase, не передавались. Второе. Запуск согласно плану 24 декабря. Мы сообщаем, что хотя мы не получали от игл BitTray никаких средств, мы разработали такую стратегию, которая позволит всем компенсировать свои средства. Наша стратегия заключается в привлечении средств от крупных инвесторов, которые будут инвестировать 4 криптовалюты. Здесь перечисляются криптовалюты Eagle Social Gold Coin, ESCS, Time is Money, я так понимаю, и ASG, которые принадлежат компании Ecotecna Global. Разработчик концепции данных криптовалюты и акционер компании – Клаудио Энрике Барак Обама. Третье. Восстановление баланса, продвижения и инвестиции. Разработан план восстановления, который позволит компенсировать средства инвесторов Eagle BitTray. Благодаря этому партнеры смогут продолжить работу в качестве партнеров. Это стало возможно благодаря ID Identification. Концепция ID Identification включает краудфандинг, MLM, электронную коммерцию, продажу продуктов и услуг и продвижение цифровых валют. Четвертое. Аудиты и юридические меры. Мы сообщаем, что проводим полный аудит Eagle BitTray. Мы планируем завершить аудит, а также ознакомиться со всей необходимой документацией. Поскольку головной офис ID Identification находится в Бразилии, а коммерческая компания зарегистрирована в Арабских Эмиратах, а партнеры проживают в Португалии, мы должны подавать заявление в суд в Бразилии. Правовые действия позволят привлечь к ответственности виновных в сложившейся ситуации. Мы понимаем чувства тех, кто потерял средства, но в то же время мы считаем, что угроза в социальных сетях и стремление восстановить справедливость по-своему не решит текущие проблемы. Это может только усугубить текущую ситуацию. Примечание. Если нам удастся расторгнуть контракт с Eagle BitTray на следующей неделе, мы с вами поделимся новостями. Пятое. Относительно президента Eagle BitTray Эдсона Джуниора Амарал и Сандры Риберал. Мы заявляем, что больше не сотрудничаем с Эдсоном Джуниором Амарал. Соответственно, мы не имеем отношения к его текущим проектам. Сандра Риберал покинула пост вице-президента Eagle BitTray, чтобы полностью заниматься восстановлением балансов участников Eagle BitTray. Копия заявления прилагается. В записи в базе данных Eagle BitTray и декларация, написанная президентом Eagle BitTray Эдсоном Джуниором Амарал, подтверждают, что Сандра Риберал не занималась управлением финансами компаний. Соответственно, она не несет ответственности за средства партнеров, не занималась трейдингом и не имела доступа к средствам, предположительно замороженным на бирже Coinbase. Мы оценили постоянство Сандры Риберал и ее желание помочь партнерам восстановить средства. Поскольку компания ID Identification уже имеет своих акционеров, ведет историю с 1993 года, Сандра Риберал не получает должность вице-президента в компании. Но поскольку она имеет обширный опыт в индустрии продаж, а также всецело поддерживает план восстановления балансов участников, она согласна заниматься организацией мероприятий компаний. Мы хотим заявить, что Клаудио Энрике Барак Обама никогда не имела отношения к EagleBitrade ни в качестве инвестора, ни в качестве партнера. Лишь 22 мая 2018 года был подписан контракт на создание платформы по использованию банковских карт. Хотя его команда технических специалистов создала платформу, как оговаривалось в контракте, ни Клаудио Энрике Барак Обама, ни какая-либо из его компаний не получили средства, оговоренные в заключенном контракте. Нарушение контракта компаний EagleBitrade привело к потере более 300 биткоинов. Как вы уже знаете по сообщениям мастеров, на данный момент поданы жалобы в суды Бразилии, чтобы виновные в неправомерных действиях понесли наказание. Важное пояснение. Всем участникам EagleBitrade необходимо понять, что все инвестированные средства были потеряны. Ни закрытие EagleBitrade, ни наказание виновных не поможет вернуть вам средства, ни партнерам, ни инвесторам. Но вот с этим утверждением, конечно, можно поспорить, потому что тот, кто деньги украл, значит, они находятся у него, и, соответственно, эти деньги можно вернуть, конечно, с помощью каких-то правовых, юридических мер. Существуют юридические процедуры, в согласии с которыми необходимо действовать. И мы занимаемся созданием необходимой базы. Вот над чем мы работаем в данный момент. Создание договоров, регистрация новой компании в Дубае, чтобы все участники могли получать свои акции, контракты на поставку продуктов, которые будут продаваться, настройка компьютерной системы, настройка базы данных, проверка нового бизнес-плана, создание нового маркетинг-плана, создание белой бумаги для каждой из четырех цифровых валют, создание договоров для инвесторов, привлечение крупных инвесторов для восстановления средств инвесторов EagleBitrade. Конечно, нет ничего хорошего в том, что вы не можете вывести инвестированные средства. Мы занимаемся решением проблемы, и это нелегкая задача. Но наша уверенность в том, что нам удастся восстановить потери, все больше растет. И мы уверены, что скоро мы станем лучшим примером восстановления компаний не только в сфере многоуровневого маркетинга, но и бизнеса в целом. И помимо восстановления средств более 30 тысяч семей, мы также сможем помочь еще многим людям обрести финансовую независимость. Пункт 8. Презентация бизнеса и возвращение к деятельности. Кроме плана по восстановлению средств, мы также сообщаем, что через несколько дней мы представим бизнес-план, согласно которому будет возобновлена деятельность компаний. Пункт 9. Структура компании. На новом сайте будет размещена организационная диаграмма, которая отображает структуру руководства компании. На данный момент проект восстановления выглядит так. Председатель Клаудио Энрике Барак Обама. Совет директоров. 12 членов. О составе будет сообщено позднее. Внешний аудит. Финансовый директор. Юридический директор. Бухгалтерия и финансовый директор. Генеральный директор. Сообщим позднее. Главный операционный директор. Мигель Гомес. Коммерческий директор. Это будет кто-то из мастеров. Сообщим позднее. 20 мастеров. У нас будет в общей сложности 20 мастеров, чтобы лучше поддерживать команду. Скорее всего, в это число войдут существующие мастера. А позднее будут добавлены другие. 20 топ-лидеров. Чтобы обеспечить качественную поддержку команды, мы решили также поддерживать лидеров, которые себя зарекомендовали своей работой. Лидеры, которые работали уже раньше. Пункт 10. В ID Identification есть вся информация, которая была получена в процессе изучения базы данных. Благодаря этому мы разработали эффективный план восстановления средств. Пункт 10. Другие замечания. В ID Identification есть вся информация, которая была получена в процессе изучения базы данных. Благодаря этому мы разработали эффективный план восстановления средств. Помимо профессиональных возможностей нашей группы, мы опираемся на опыт наших мастеров, лидеров, партнеров. У нас есть люди, имеющие опыт в организации самых разнообразных мероприятий. Кроме того, нас поддерживают престижные университеты. То есть мы используем все доступные нам ресурсы, применяем принцип коллективной мудрости для восстановления работы компании. Мы создаем не просто компанию и бизнес-группу. Мы создаем новую концепцию, которая позволит безопасно и последовательно изменить жизнь многих людей. Мы объявляем, что совместное предприятие между EagleBitrade и ID Identification не состоялось. Одним из условий контракта была передача биткоинов, которые представляли собой средства инвесторов. Но это условие не было выполнено. Нарушение обязательств со стороны EagleBitrade не оставило нам вариантов, кроме как расторгнуть контракт с EagleBitrade. Таким образом, мы, новое руководство, решили принять название концепции, созданной и запатентованной нашим президентом Клаудио Энрике Бараком Обамой, опубликованной в книге «Мои новые концепции», в которой разъясняются все моменты, а также наш бизнес-план. Таким образом, визуально мы будем представлены отпечатком пальца нашего президента и название созданной им концепции ID Identification. Клаудио Энрике Барак Обама. Ну, что можно сказать? То есть, я так понимаю, что компания EagleBitrade со своей стороны обязательства не выполнила, поэтому совместное предприятие между EagleBitrade и компанией Клаудио ID Identification не состоялось. И, собственно, я так понимаю, что название новой компании даже уже не будет называться ID iEagle. То есть, надо понимать так этот текст. Если честно, название ID Identification тоже не самое удачное. Это длинное и вот это сочетание ID Identification, если по-английски произносить, получается и длинное, и немножко неуклюже. То есть, все-таки хочется, когда название коротко и понятно. Ну, может быть, сокращенно, конечно, его называть ID для простоты, для краткости. Относительно отпечатка пальцев, который упоминается в последнем абзаце, я так понимаю, речь идет вот о как раз отпечатке пальцев Клаудио Энрике. Я так понимаю, именно его отпечаток использовался при оформлении книги. То есть, прямо на обложке книги фигурирует его отпечаток. И надо ли понимать, что теперь этот отпечаток будет как бы логотипом или символом компании? Ну, вопрос интересный. Думаю, что Ирина Абалакова уже в ближайшее время нам эти моменты все разъяснит. Также, наверное, вы уже видели, что выпущена белая бумага, так называемая White Paper по Eagles Gold Social Coin. Ну, вообще говоря, по сути, это бизнес-план по запуску какой-то криптовалюты или какой-то монеты. Достаточно такой длинный проработанный документ на 64 страницах на английском языке. Наверное, есть смысл дождаться именно окончательного варианта. И, может быть, когда выйдет окончательный вариант, какие-то основные моменты из этого документа я постараюсь перевести на русский. Ну, в общем, как видите, информации достаточно много. И я так понимаю, что компания будет выпускать 4 таких документа, то есть по каждой криптовалюте, которую планируется выпускать. Ну, в любом случае, выпуск White Paper Белой Бумаги говорит о том, что, собственно, компания не просто балаболит, а именно конкретно делает. И, на мой взгляд, документ оформлен не на коленке, а достаточно профессионально. Относительно содержательной стороны ничего не могу сказать. То есть я не являюсь экспертом криптовалют. Я обычный пользователь, можно сказать, криптовалют. То есть, может быть, более продвинутые люди скажут, действительно ли на качественном уровне сделан этот White Paper или нет. Но это уже время покажет. Главное, чтобы компания выполнила свои планы и 24 декабря состоялся долгожданный запуск Eagle Social Gold Coin. Итак, ждем новостей из офиса от Ирины Абалаковой. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok